А теперь у нас ремонт одежды. Вот платье нашей клиентки, которое растянулось по боковым. Вот я закалывала булавками, намечала линии, которые мы будем вот так плавно как раз к линии притачивания юбки вводить и внутренним швом обрабатывать. Это все из трикотажа. Тут правда клиентка решила сама что-то поделать. В общем как-то тут она подшивала, ушивала, видимо оно растянулось. Вот, но что я тут еще посмотрела. Что у нас вот здесь линия притачивания юбки и трикотажного верха уже обработана и прострочена закрепочным отделочным швом по лицу. Я стараюсь такие строчки не трогать без полной необходимости. Потому что может остаться след от распарывания вот этой отделочной строчки. Это просто на машинке строчили. Да, там нет цепного стежка. Да, это просто на машинке. А второй раз, ну может машинка взять, но это надо лучше делать цепным стежком на распарывалке. Но лучше вообще эти вещи не трогать. Если есть возможность. Именно вот эту вот отделочную строчку по трикотажу. Я ее вообще крайне не рекомендую делать. Эту отделочную строчку по трикотажу. Так, значит что мы будем здесь делать. Будем ушивать боковые швы, залазя через плечо. Вот это. То есть я вот распущу то, что наш клиент сам сшил вручную. Осноровлю, чтобы они были одинаковые. Перепроверю, чтобы они были одинаковые. Потом одинаково выведу линии по боковому. И залезу через плечо вот сюда вовнутрь. И одним швом сострочу на верлоке боковой шов. А плечевой тогда будет сшиваться просто с изнанки. Я же почему перед этим рассказывала, что можно было бы через эту часть залезть. Но я не рекомендую здесь распарывать отделочную строчку. Вот. И еще, почему я буду залазить именно из плечевого. Потому что нужна дополнительная нагрудная выточка. Мы ее формировали каким образом? Это плечо. Мы вот такими вот складками закладывали. Сейчас покажу. Вот так. Ну только несколько складочек. И вот этим получается еще больше формировали нагрудную выточку по переду. То есть она появлялась здесь. И уходила такая, как залом на пройме. То есть она лежит идеально ровно. И облегает хорошо район проймы. Руки, подмышки. Вот. Ну вот сейчас все пошагово вам покажу, как мы будем делать. Так. Значит первое распарываем наши плечевые. То, что до нас было сделано. Вот. Складываем вместе. Будем сейчас их... Скорее я там посмотрела, что одно плечо чуть-чуть выше, другое чуть-чуть ниже. И будем переносить вот эту вот линию по боковому наизнанку. И выводить там эту линию. Лишнее, конечно, мы все срежем. Здесь будут припуски по 7 миллиметров. И будем эту линию сводить плавно вот сюда вот к линии притачивания пороса. Вот сейчас все и покажу. Вот после распарывания плечевых и складывания задней половинки друг к дружке. Видите, там вторая часть. И передней половинки друг к дружке. Вот. Видите, как выпадает плечо по спинке. Одно больше, другое меньше. Такая же ситуация и здесь. Вот. Одно больше, другое меньше. Вообще нужно было именно вот так складывать и обрезать. А только потом сшивать. Тогда таких бы нарушений не было. Я смотрела на примерки. Можно даже еще чуть-чуть больше, выше сделать наше платье. Поэтому я тут полностью сейчас буду осноравливать. Вот эти вот плечи. Наверное, даже вот таким вот образом складывая и обрезая сразу же все 4 детали. Сейчас я выложу, покажу. Вот я перевернула ее, сложила относительно проймы. И тут очень хорошо видно, что вот здесь вообще все, все припуски совершенно разные. Сейчас я их, наверное, буду обрезать по самой нижней части. Что же, это плечи одинаковые. Как я могу разные плечи делать? Тем более мы уже мерки сняли и знаем немножко фигуру нашего клиента. Вот. То есть очень аккуратненько срежем. Но это если вам позволительно это делать, смотрите внимательно на примерки. Может надо делать каждое плечо так, как есть. Может быть, ну, такова фигура клиента. Вот. Ну, тут смотрите, в трикотаже. Трикотаж он растягивается в ширину и в длину чаще всего. Поэтому оно должно быть чаще всего, если более-менее стандартная фигура, должны быть одинаковые здесь припуски все. Ну, сейчас мы их обрежем. Вот я сложила, да, переднюю и заднюю половинку. Приложила специально, где центр переда и центр задней половинки, где сгиб. Это долевая всегда идет. Не где боковой, а где центр переда и центр зада. Вот сюда, к краю стола. И только таким образом я вот тут могу увидеть скосы плечей. Правильные. Я сейчас, кстати, переверну на другую сторону. Видите, тут все четыре среза, все разные длины. Вот этот срез самый короткий. Вот. Что я тут еще, для чего я вот так вот к краю стола выкладывала? Для того, чтобы увидеть, как мне правильно срезать. А, потому что я вижу, что вот здесь немножко подрастянута вот эта вот часть. И туда вот так плавно сведена. Потому что в трикотаже не должно быть вот таких резких линий. То есть, вот каких-то вот таких. Они должны быть более сплавненные. Значит, здесь, я думаю, вот тут буквально 3 мм срезать и выровнять. То есть, грубо говоря, вот эту вот линию допровести вот сюда. Чуть-чуть, вот парочку миллиметриков срезов. И уже после этого мы можем приступать к наведению и выведению бокового шва. То есть, к уши у самого основного нашего момента. Тоже сейчас все покажу. И говоря, если вы планируете, например, вот трикотажем, уши вам, например, заниматься завтра, лучше повытаскивайте вот эти все булавки. Если они вам прямо сейчас вот, ну, точно вам не нужны будут. Потому что иногда вот эти булавки оставляют след. Почему-то ржавеют иногда. Вот я именно вот про вот эти булавки говорю. То есть, надолго их вы сделали и никогда не оставляйте. Ну, только без самой такой необходимости. Потому что здесь, во-первых, белый цвет. Мало ли тут чего. Вроде хорошие, все нормально булавки. Ну, я вот стараюсь всегда это все, ну, устранить. Любые какие только могли быть, ну, нехорошие последствия. Потому что я завтра его буду доушивать. Поэтому я сейчас убираю. Потому что эти срезы у меня сейчас все обработаны. У меня только вот эти срезы не обработаны. Ну, вот такой вот, как бы, из опыта вам рекомендация. Ну, и снова наш ремонт нашего платья. Так, сноровили мы плечевые. Вот метки. Это боковой шов. Это половинка переда, половинка зада. Это я вместе сложила. Вот меточка у нас. Подмышкой я намечала. Здесь четыре. И вот так плавно-плавно на нет сводим. Проверила. Из другого бокового шва, который с той стороны, то же самое я намечала. Значит, что мы сейчас сделаем. Запоминаем, что здесь четыре. Здесь вот у нас, считайте, два. Здесь чуть больше сантиметра. Просто запоминать. Ну, можно их переносить наизнанку. Эти все метки. Можно заполнить. Да, смотрите. Или вкалывайте булавками и переносите наизнанку. Потому что мы сейчас будем выворачивать через плечевой. То есть вот так, да. И плавно вот сюда сводим. Помните, я говорила, что вот эту вот часть лучше не трогать, не распарывать. Так, и как мы сейчас будем залазить. Смотрите, сострочено было. Вот тут, кстати говоря, очень хорошо понятно, с какой стороны плеча спереди или зада надо залезать. Видите, вот припуск в эту сторону, в сторону спинки. Значит, я сейчас залезаю через вот этот плечевой. Вот так вот. Через эту дырку плечевую. Сейчас вам покажу. И каждую сторону мы будем выворачивать через плечо. Потому что я изначально показывала, что нам нужно. Там еще потом будет на плечевом это все. Вот, видите, он уже начинает появляться. Сейчас я его выверну через плечо. И покажу, как накалывать, обрезать и обметывать на верлоке этот боковой шов. Вот я ее вывернула, наколола. Уже навела линию по тем точкам, которые были. Смотрите, вот здесь аккуратно надо под самый шов, чтобы другая сторона встала. Это же боковой, вот это боковой. Вот, чтобы под самый-самый оно вот сюда, шовчик. И я, конечно, здесь немножко была разочарована. Оказывается, здесь трикотаж, видишь, прострочен на машинке обыкновенной, не на верлоке. Поэтому здесь надо очень аккуратно со швами, потому что если вы вот так вот обрежете оверлоком, то есть вот по вот этой уже линии пройдетесь, и здесь вот так на 0,7 будет идти оверлок, может распороться вот эта строчка. Значит, нам нужно ее аккуратненько подраспороть и вручную завязать, чтобы она дальше не пошла распарываться. То есть, конечно, не совсем правильно так делать. Ну и до конца вот сюда, до низа сводим по нашим намеченному линиям. Ну вот оно мне еле-еле видно вот тут. То есть было бы очень хорошо, конечно, что у вас были все цвета мыла. Вот видите, синее, желтое, белое, красное, потому что на белом, белом не всегда удобно рисовать. Но это мыло, так просто его не намочите, не уберете, надо будет вещь стирать, если вы по лицу что-то рисовали. Вот оно оставляет след, пока не будет постирано. Ну и мы что делаем? Сейчас я обрезаю вот сюда, вот в сторону от этой линии, вот сюда вовнутрь на 0,7 и иду на верлок обмотывать этот шов. Вот я обметала, вот это низ бокового, а вот это верх бокового ближе к пройме. Ну вот пройме. Видите, я завязала две ниточки, вот так и оставляю. И вот оверлок тоже под корень ни в коем случае его не обрезайте. А можно сейчас заправить вот сюда в строчку и эти ниточки тоже сюда в строчку заправить, чтобы они там ездили. И то же самое сейчас будем делать со вторым боковым швом. Вот это верх проймы. Вот смотрите, как красиво, хорошо получилось. О, дождут до миллиметра все совпало. Вот красота. Это верх проймы, да? Теперь делаем второй боковой шов. Точно так же залазим с другой стороны. Да, вот второй боковой шов. Ну, точно так же, как я сейчас показываю. Вот внутри я уже все прострочила, но вот смотрите, верх плеча начинает распарываться. То есть залазим через пройму и изнутри оверлоком обметываем, если надо, еще и по горловине. Ну, потому что там везде простые строчки, как оказалось, не оверлок. Закрепляем, а потом будем сострачивать наши плечевые. Складываем плечевое к плечевому, ну, естественно, лицом к лицу и обметываем с двух сторон. А конце оверлока лучше вот так вот затягивать в иголку и два раза вокруг обводить, а потом протянуть внутрь вот сюда вот этого шва. И тогда они точно получаются вот такие ровные и прочные. Если надо, то вот тут внутри подшиваете, чтобы они не выглядывали, эти припуски. Но мне сейчас это не надо, я буду сейчас здесь складки закладывать. Сейчас буду показывать, как. И вот наши плечевые, мне надо еще заложить складки. Вот таким образом я скалываю. Ну, это если вам тоже это надо. Вот. И вручную сейчас буду вот там вот внутри подшивать. В том числе я подошью, чтобы не торчали вот эти припуски обметанного плечевого шва. Да, то есть все будет очень четенько. В основном я буду сшить вот здесь вот по изнанке, фиксируя вот эти вот все складки. И где складка вот сюда подходит, чтобы она вот так не отворачивалась. Я сделаю такой красивый один потайной шовчик. Вот тут буквально там максимум на миллиметр от вот этого сгиба первой складочки. Вовнутрь туда, чтобы она вот в таком виде и удержалась. Чтобы она всегда такая была. После любых стирок, там еще чего-то. То есть чтобы она вот таким вот и оставалась. Вот я сшила. Смотрите, чтобы они были одинаковыми. Видите? Вот эти места, где припуски, они не видны. Видите? Подшиваете их красивенько. Захватываете больше за вот эту вот верхнюю ткань. Буквально там за миллиметричек. И вот все. Наше платье готово. Все. Теперь наша заказчица будет довольно счастлива, что у нее теперь есть опять ее любимое платье. Вот эти вот плечевые, это получается как закладанные еще раз на грудные выточки. Ну, если получится, я засниму и покажу, как получилось.